Массовая авария на Тюменском тракте значительно осложнила автомобильное движение по федеральной трассе, создав пробки длиною в 5 километров в каждую из сторон. Перекресток Котябрьский со стороны Камышлова. Едем из садика. Уже полчаса стоим. Вот такая вот. Соляра бежит. Кабина вон там. Сколько будем стоять, неизвестно. С детьми сидим в машине. Столкновение четырех автомобилей иностранного производства, наглухо блокировавшее Тюменский тракт, произошло накануне в половине седьмого вечера на 122-м километре трассы Р-351 в районе города Камышлов со стороны Богдановича. Как сообщили в ГИБДД, виновником происшествия стал 65-летний водитель легкового автомобиля Лифан Солана. Пойдя на обгон, пенсионер не убедился в безопасности завершения своего маневра и столкнулся с тягачом МАЗ с полуприцепом типа Тонар. А дальше произошло невероятное. От столкновения с китайской малолитражкой у белорусского тягача оторвалась кабина и двигатель. Это вот все, эпицентр здесь. Дорога полностью перегорожена. Кабина. Что, нет опасных грузов? Нет, нет. Кабину МАЗа вместе с водителем отбросила на встречную фуру «ДАВ». Лифан же отлетел в еще один тягач «Рено». Удивительно, но в этом массовом столкновении пострадал только один человек – водитель большегрузного самосвала, кабина которого оторвалась от рамы во время первого столкновения. И тому медицинскую помощь бригада скорой смогла оказать на месте. А вот ликвидация последствий аварии отняла немало времени, за которые успела скопиться многокилометровая пробка. Тем водителям, которые двигались в направлении востока, повезло чуть больше. Они, по крайней мере владельцы легковых машин и маленьких грузовиков, имели возможность развернуться, вернуться в Богданович и объехать место аварии через Сухоложские деревни. Те же, кто подъезжал к месту ДТП со стороны Камышловской объездной автодороги, такой возможности не имели, поскольку проезжая часть встречных направлений здесь разделена отбойниками. И им пришлось покорно дожидаться, пока ГАИ откроет хоть какой-то маломальский проезд между столкнувшимися грузовиками. Полтора часа стояли мы в аварии после Камышловской. Односторонки, поворот на Октябрьский. Тоннер разобрался. Кабины нету, мотора нету. А вот кабина лежит. Вот тут еще фура Магнум. Тут еще одна. Стоит. Еще ТАФ его вытащили. Это не просьба о финансовой помощи. Это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Чаремета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.